Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами учитель 6-й школы города Черкеска Глинская Елена Николаевна. Сегодня мы с вами продолжим изучать тему «Алгебраические выражения, уравнения и неравенства». Рассмотрим такое уравнение. x плюс 4, все это в четвертой степени, минус 6, x плюс 4 в квадрате, минус 7, равно 0. Мы видим, во-первых, это биквадратное уравнение. Во-вторых, у нас переменная стоит в скобках, значит, что мы введем новую переменную. Пусть x плюс 4 равно t. Кроме того, t у нас должно быть больше или равно 0. Давайте подставим, что у нас получается. Давайте даже не так. x плюс 4 в квадрате возьму. Будет равно t. Получится t в квадрате минус 6t минус 7 равно 0. Решаем квадратное уравнение. Дискриминат будет больше 0, так как здесь минус стоит. Значит, я могу воспользоваться теоремой Виета. Но не буду я долго рассматривать, решать. t первое будет равно у нас 7. t второе будет равно минус 1. Давайте проверим. Значит, произведение 7 умножаем на минус 1 нам дает минус 7. А сумма должна дать 6. Противоположное, значит, числу минус 6. 7 прибавляем минус 1. Это будет 6. Корни мы нашли. Но у нас есть условие, что t должно быть больше или равно 0. Значит, сразу же второй корень не удовлетворяет нашему условию. Условию t больше или равно 0. Возвращаемся к замене. И уже вместо t подставляем 7. Так, ну а теперь нам предстоит решить вот это вот уравнение. Но чтобы его и решить, мы должны извлечь корень квадратный. Значит, что у нас получается? x плюс 4 будет равно плюс минус корень квадратный из 7. Отсюда это уравнение разбивается на 2. x плюс 4 равно корню из 7. И x плюс 4 равно минус корню из 7. Что получается? Четверочку переносим. Корень из 7 минус 4. И второе нам даст минус корень из 7 минус корень из 4. Вот мы с вами его и решили. Ответ. Корень из 7 минус 4. И минус корень из 7 минус 4. Так, давайте перейдем к решению системы уравнений. Рассмотрим такую систему. 3х квадрате минус 4х равно у. 3х минус 4 равно у. Надо решить вот такую систему. Что мы можем сделать? Ну, есть какие методы решения системы? Метод подстановки, метод сложения. Давайте здесь воспользуемся методом сложения. Или вычитание, можно сказать. Значит, от первого уравнения отнимем второе. Что у нас получается? 3х квадрате минус 3х минус 4х минус минус плюс 4. 4. У минус у нам даст ноль. То есть мы избавились от у. Можно было методом подстановки приравнять эту часть к этой части. Может, даже так было бы и лучше. 3х в квадрате минус 7х плюс 4 равно нулю. Предстоит решить квадратное уравнение, но это квадратное уравнение решается только с помощью нахождения дискриминанта полного. То есть, минус 7 в квадрате это 49 минус 4ac. 4х4 16. 16 умножаем на 3 это 48. Так х первое находим это будет 7 минус 1 делить на 2а, то есть на 6. Х первое даст нам единицу. Х второе 7 плюс 1 делить на 6. 7 плюс 1 это 8. 8 шестых можно сократить на 2. Это будет 4 третьих, то есть это будет 1 целая 1 третья. Плюс 1. Так, хорошо. Нашли иксы. Для того, чтобы найти игрек, мы должны подставить одно из этих уравнений. Но сразу же видно, куда легче подставить. Конечно, во второе. Значит, находим игрек первое. Чтобы найти игрек первое, подставляем первый корень. 3 умножаем на 1 и отнимаем 4. 3 на 1 это у нас 3. 3 минус 4 это будет минус 1. Находим второй корень. Так, 3 умножаем на 4 третьих и отнимаем 4. Так, 3 умножаем на 4 третьих это будет 4. 4 минус 4 это 0. Записываем ответ. Что у нас получается 1. Икс первое икс первое минус 1. И второе решение. Икс второе у меня 1 целая 1 третья. Икс второе 0. Следующая система. 4 икс квадрате плюс игрек равно 9. 8 икс квадрате минус игрек равно 3. Ну что, здесь можно решить методом сложения. Опять-таки воспользуемся сложим. Замечаю, что здесь плюс игрек, здесь минус игрек. Если я их буду складывать, то они взаимно уничтожатся. Значит, что у нас остается. 4 икс квадрате плюс 8 икс квадрате это будет 12 икс квадрате. Игрек минус игрек 0. 9 плюс 3 даст 12. Отсюда получается икс квадрате будет равно 12 делить на 12 это 1. Значит, икс 1 2 будет равно плюс минус 1. Нашли. Ну а теперь подставляем. Выбирайте любое. Либо первое, либо второе. Ну давайте возьмем первое уравнение. Из него выразим игрек. Игрек будет равен 9 минус 4 икс квадрате. Ну так как у нас икс квадрате, значит, у нас получится всего лишь один игрек. Почему? Потому что я буду подставлять хоть плюс, хоть минус. Квадрат мне даст все равно единичку. Значит, найдем этот корень. 9 минус 4 умножить. Возьмем на единицу. 1 квадрате 1. 9 минус 4 это 5. Ну а теперь можем записать ответы. ответ. Одно решение это будет 1 и 5. Второе решение это будет минус 1 и 5. Переходим к следующей системе. Система такая. Х в квадрате плюс 3у в квадрате будет равно 31. 2х в квадрате плюс 6у в квадрате равно 31х. Ну тоже можно либо выразить, но мне вот больше нравится все равно метод сложения. Посмотрите, ребята, если я сейчас вот это уравнение умножу на 2 и сложу или вычту с первым вычту второе, то у меня как раз таки будет более простая система. Давайте умножим. 2 на х в квадрате это 2х в квадрате. 3у в квадрате умножаем на 2 это 6у в квадрате и равно 62. Так, здесь у нас получается 2х в квадрате плюс 6у в квадрате равно 31х. Давайте отнимем от первого второе. Что у нас будет? 2х в квадрате минус 2х в квадрате 0. 6у в квадрате минус 6у в квадрате 0. Ну а теперь в правой части получается 62 вычесть 31х. Смотрите, какое хорошее уравнение у нас получилось. 31х перенесем. 31х будет равен 62. Отсюда в х у нас будет 62 делить на 31. Х будет равен 2. Ну а теперь найдем у. Давайте возьмем первое уравнение, потому что здесь коэффициенты более меньше. Нам будет удобнее найти значение. Вместо х подставим двойку. 2 в квадрате это 4 плюс 3у в квадрате будет равно 31. 1. Что у нас получается? 3у в квадрате равно 31. Отнимем 4. Это будет 27. У в квадрате будет равно 27 разделить на 3. Это будет 9. Отсюда находим у. Это будет плюс-минус 3. Ну и записываем ответ. У нас получилось. Две такие пары чисел. 2 и 3. Одна пара. И вторая 2 и минус 3. Так. Ну а сейчас давайте перейдем к решению неравенств. Дается такое неравенство. Перенесем из правой части в левое слагаемое. Что мы замечаем? Что у нас скобка? Х минус 1 стоит в квадрате. Х минус 1 стоит без квадрата. Давайте введем переменную. Т. Пусть это будет Т. Тогда у нас получится Т в квадрате минус корень квадратный из 2 Т меньше 0. Вынесем Т за скобку. Получится Т минус корень из 2 меньше 0. Приравняем к нулю. Найдем корни квадратного вычлена этого. Получится Т равно 0. Или Т минус корень из 2 равно 0. Отсюда Т будет равен корню из 2. Но если мы посмотрим, это у нас что? Если мы представим в виде функции, это будет парабола. Ветви параболы будут направлены вверх. Давайте схематично это изобразим. Парабола будет пересекать ось Х в точках 0 и корень из 2. Неравенство у нас строгое. Кружочки будут пустые. 0 и корень из 2. Ветви направлены вверх. Схематично изображаем параболу. Теперь смотрим на знак неравенства. Меньше. То есть мы должны выделить ту часть, где наша парабола находится ниже оси Х. Значит, в данном случае ответ у нас будет от 0 до корня из 2. Т будет больше нуля, но меньше, чем корень из 2. Но Т у нас было Х минус 1. Возвращаемся к замене. И вместо Т запишем Х минус 1. Извините. Ну, отсюда получается Х будет больше. Единичку переносим в левое со знаком плюс. 0 плюс 1 – это 1. И единицу переносим вправо. Это будет 1 плюс корень из 2. Значит, вот мы нашли ответ. Вы можете записывать ответ в виде двойного неравенства, а можете записать в виде интервала. Значит, ответ будет от 1 до 1 плюс корень из 2. Так, переходим к следующему заданию. Такое неравенство решим с вами еще. Х минус 3 умножить на 2Х плюс 3 – это меньше минус 7. Ну, чтобы его решить, что мы сделаем? Раскроем скобки. Х умножим на 2Х – это будет 2Х в квадрате. Х умножаем на 3 – это будет 3Х. Минус 3 умножаем на 2Х – это будет минус 6Х. И минус 3 умножаем на 3 – это будет минус 9. И семерочку перенесем со знаком плюс 7 меньше нуля. Преобразовываем это выражение 2Х в квадрате. У нас подобные 3Х и минус 6Х – это будет минус 3Х. Минус 9 плюс 7 – это даст нам минус 2 меньше нуля. Так, идем дальше. Значит, находим нули функции. Представляем это в виде функции. Ф от Х равно 2Х в квадрате минус 3Х минус 2. И найдем нули этой функции. Приравниваем к нулю и решаем квадратное уравнение. Дискриминант находим. Это будет 9 минус 4 от С. Да, минус стоит – это будет плюс 16. Итого это даст 25. Х первое находим. Это будет 3. Не забываем поменять знак. Минус 5. Корень от 25. И делим на 2А. То есть делим на 4. Минус 3 минус 5 – это минус 2. Минус 2 четвертых. Это будет у нас 2 четвертых. Это минус 0,5. Находим Х второе. 3 плюс 5. Разделить на 4. 3 плюс 5 – это 8. Делим на 4. Это будет двоечка. Так, теперь изобразим эти числа на оси Х. У нас получается неравенство строгое. Значит, кружочки пустые. Минус 0,5. Левее. Двойка правее. Опять-таки смотрим, что это у нас есть. Это у нас парабола, функция. Ветви, которые направлены вверх. Так как коэффициент при Х квадрате положительный. Изображаем ее схематично. Теперь обращаем внимание на знак. Знак меньше. Раз меньше, мы должны выделить ту часть, где парабола находится ниже оси Х. Так, с этого у нас вот этот участок. Значит, ответ у нас будет. Записываем ответ. От минус 0,5 до 2. В круглых скобочках. Если неравенство строгое, пишем в круглых скобочках. Если неравенство не строгое, в квадратных. Так, ну давайте еще рассмотрим вот такое неравенство. 4Х минус 6 в квадрате меньше или равно 6Х минус 4 в квадрате. Перенесем. Больше или равно 0. Давайте знаете, что сделаем. Вот у нас здесь есть формула. Замечаем, что это формула сокращенного умножения. Значит, что мы сделаем. Одна скобка у нас получится 4Х минус 6. Минус 6Х минус 4. А вторая скобка будет 4Х минус 6 плюс 6Х минус 4. Вот здесь нам она пригодилась, эта формула. Ну а теперь в скобках преобразуем. Будет 4Х минус 6. Раскрываем скобку минус 6Х плюс 4. То же самое делаем со второй скобкой. Что получается здесь? 4Х минус 6 это даст минус 2Х. Минус 6 плюс 4 это будет минус 2. Это первая скобка. Вторая 4Х плюс 6Х это будет 10Х. минус 6Х минус 4 это будет минус 10. Больше или равно 0. Ну а теперь приравниваем к 0. И находим 0. Минус 2Х минус 2 будет равно 0. Отсюда будет равно 2. Ну, значит, Х будет равен минус 1. 10Х минус 10 будет равен 0. Отсюда в 10Х будет равен 10. И Х будет равен 1. Ну а теперь изображаем это на числовой прямой. Точечки будут закрашены. Так как у нас неравенство не строгое. Минус 1 и 1. Ну и теперь решим методом интервалов. Можно было, конечно, преобразовать. Вот здесь от минуса избавиться. И вот здесь бы знак поменялся. Но если уж я этого не сделала, сразу ясно. Раз вот у нас первый стоит минус, Х отрицательный в первой скобке, а во второй положительный, значит, будет в правом интервале знак минус. А так как это многочлен, знаки начнут чередоваться. Конечно, можно проверить. Взять из этого интервала любое число. Допустим, двойку. Минус 2 умножаем на 2. Это будет минус 4. Минус 4 минус 2. Это минус 6. Здесь двойку взяли. У нас получается 20 минус 10. Это 10. Минус 6 на 10. Минус 60. Как видите, будет минус. И теперь смотрим на знак нашего неравенства. Стоит знак больше или равен 0. Значит, мы должны выбрать тот интервал, там, где стоит знак плюс. Значит, это будет у нас вот такой отрезок от минус 1 до 1. Записываем ответ. От минус 1 до 1. Пишем это в квадратных скобках. Посмотрим следующий пример. Следующее неравенство. Х квадрате на 3 больше или равно 3х плюс 3 делить на 4. Найдем общий знаменатель. Умножим обе части на 12. То есть 12 делим на 3. Находим дополнительные множители. Для первой дроби это будет 4. Для второй дроби будет 3. 4 умножаем на х квадрате. Это 4х квадрате. Больше или равно 3 умножаем на 3х. Это 9х. 3 умножаем на 3. Это будет 9. Переносим. Минус 9х. Меняем знак. Минус 9. Больше или равно 0. Знаменатель отбрасываем. Он нам не нужен. Здесь можно его смело отбросить, потому что это 12 число. Если же это переменная, то мы ее отбросить не можем, конечно. Ну а теперь приравниваем к 0. Находим нули квадратного трехчлена. Дискриминант. Минус 9 в квадрате это 81. Минус 4 от С это 16. Умножаем на 9. 90, 144. Итого это 225. То есть это есть 15 в квадрате. Находим х первое. Это у нас будет минус 9, значит 9. Минус корень из 225. То есть минус 15 делить на 2А. То есть делим на 8. 9 вычесть 15. Это будет минус 6 восьмых. Или это минус 3 четвертых. На 2 сократили. Минус 3 четвертых. Или это минус 0,75. Х второе находим. 9 плюс 15 делим на 8. 9 плюс 15 это 24. 24 на 8 это 3. Опять изображаем координатную прямую. Расставляем эти два значения. Неравенство обращаем внимание. Не строгое. Значит кружочки будут заполненные. Минус 0,75. И троечка. Разбили нашу числовую прямую на 3 интервала. Расставляем знаки. Раз вот этот коэффициент перед х в квадрате положительный. Значит в правом промежутке будет плюс. Раз это многочлен, знаки начнут чередоваться. Ну а теперь смотрим на знак неравенства. Знак больше или равно. Значит выбираем те интервалы, где стоят плюсы. То есть это у нас вот эти два интервала. Мы их должны записать в ответ. Пишем ответ. От минус бесконечности до минус 0,75 включительно. В объединении с интервалом от 3 включительно до плюс бесконечности. На этом наш урок окончен. До свидания.